Эти ребята пришли в секцию по тэквондо в начале осени. И вот спустя всего три месяца соревнования. В итоге два золота, серебро и бронза на команду. У каждого по медалям. Центральный, федеральный, округ. Тренер этой необычной команды Кристина Вязникова. В свои 30 лет завоевала две золотых медали на чемпионатах России и Европы. Теперь Кристина ставит перед собой сверхзадачу. И первая адаптирует тэквондо во Владимире для особенных детей. Ой, а когда поменяли ноги? Отлично, руки держим. Раз, за один ножкой. Для особенных детей, для них в принципе запомнить какие-то действия, которые в строгой последовательности, это уже сложно. То есть это то же самое, что, не знаю, одел носок, потом одел ботинок. И здесь точно так же. То есть начинается с самых простых ударов, добавляются удары потом в прыжке, удары на вращении. Турнир для особенных детей прошел на базе Московской школы боевых искусств. Была организована отдельная площадка по адаптивному тэквондо. Ребята из Владимира выступали в стартовой категории по дисциплине имитация техники. Задача точно выполнить серию ударов. Справились отлично. Там необходимо было повторить связку вместе с тренером. Ну, собственно говоря, и бронзовую медаль мы за это получили. Причем, на мой личный взгляд, абсолютно заслуженно. Система судейства, конечно, другая, не как у обычных деток. Для нас это большой шаг вперед. Идею участия в турнире поддержали все родители. К слову, им и пришлось везти ребят в Москву. Мама Кирилла, который завоевал первое место, уверена, главное в развитии особенных детей – ничего не бояться. Когда тренер ничего не боится, то и дети, воспитанники тоже ничего не боятся, смело выступают. А дети с аутизмом – это дети, у которых очень много страхов и ограничений. Тем не менее, они едут. Тренер детей с особенностями развития верит, что даже у самого неспособного ребенка есть способности. Время летит неумолимо, и не все получается, иногда даже с 20-го раза. Но одно то, что ребенок продолжает заниматься спортом, говорит о его успешном развитии. Это, знаешь, как своего рода вызов, что ли, мне, как тренеру, научить этих детей невозможному. И, например, вот тот же Кирилл Ткаченко, ну, он уже умеет бить на вращении удары, а он занимается всего только несколько месяцев. Кстати, секция для особенных детей во Владимире открыта на средства президентского гранта. И для родителей она бесплатная. Григорий Кошкин, 6 канал.